В эфире новости экономики на Якутии 24 в студии Нюргуяна Иванова и в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Егор Борисов дал поручение правительству Якутии и Министерству сельского хозяйства до 1 июля текущего года решить проблему неиспользуемых по назначению сельскохозяйственных земель, из-за чего многие начинающие сельхозтоваропроизводители не могут создавать полноценные хозяйства. По словам руководителя региона, эта проблема не нова. За прошедшие годы земли в районах Якутии были розданы для нужд крестьянских фермерских хозяйств, многие из которых на данный момент уже не занимаются агропроизводством. Решить данный вопрос законодательным путем он поручил на совещании в Мегино-Кангаласском районе по вопросам финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, участников программы финансового оздоровления скотоводческих хозяйств республики. На этом же совещании Егор Борисов отметил, что сельскохозяйственным предприятиям нужно научиться малыми затратами получать больше продукции, соответственно и прибыли. Пока это не очень хорошо получается, хотя отдельные факты есть, констатировал руководитель региона. По его словам, якутская молодежь уже поняла, что на селе можно жить. Для этого в республике создаются комфортные условия проживания, в сельской местности жилые дома подключаются к централизованному отоплению, вводится благоустройство. Логистический центр по доставке и распределению продукции местных производителей появится в этом году в Ленске. Такие же центры будут создаваться и в других промышленных городах Якутии. Об этом заявил руководитель департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Василий Афанасьев. Пока продукция сельских товаропроизводителей республики доступна жителям западных районов лишь во время проведения специальных выставок-ярмарок. В Госкомзакупок Якутии разработали специальный раздел витрина продукции местных товаропроизводителей. Данный ресурс предоставляет возможность местным производителям товаров и услуг Якутии публиковать свои предложения в виде информации с указанием ценовых и прочих характеристик продукции и услуг. Данное решение выполнено в целях создания благоприятной среды для участия местных производителей в закупках товаров, работ и услуг для нужд республики. 70 компаний с общим ежегодным объемом выручки более 300 миллиардов долларов готовы стать инвесторами Дальнего Востока. Это 24 компании из Республики Корея и 51 компания из Российской Федерации. В рамках Дня корейского инвестора во Владивостоке вице-премьер, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Галушка провели пять двухсторонних встреч, в том числе с председателем Комитета по Северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея господином Сон Йонгилем, который в частности сообщил, что президент Республики Корея Мун Чжи Ин рассматривает возможность участия в Четвертом Восточном экономическом форуме. В рамках Дней корейского инвестора состоялась встреча президентом Postcode Corporation господином Ким Юнг Цангом и генеральным директором Seven Mars господином Хан Чхан Юном. Планируется, что инвесторы создают в Дальневосточном федеральном округе производство экологичного топлива в виде древесных пелет, используя отходы от лесопиления на Дальнем Востоке. Производственную продукцию Seven Mars рассчитывает экспортировать в Республику Корея, где наблюдается дефицит экологичного топлива. Компания KCC Corporation намерена реализовать проект строительства завода по производству стекла на Дальнем Востоке России. По словам директора компании господина Ким Цон Вона, компания ранее не рассматривала возможность работать на Дальнем Востоке России. Но теперь все поменялось. Завершением Дня корейского инвестора стало подписание меморандума о взаимодействии между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Комитетом по Северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея. Подписи под документом поставили Александр Галушка и заместитель председателя Совета директоров Лотты Групп господин Сон Йонгиль. Более 8 миллионов заемщиков воспользовались услугами микрофинансовых организаций России в 2017 году. По сравнению с предыдущим годом это больше, чем на более 62,4%. Причиной столь ажиотажного прироста является спрос на финансирование со стороны малого и среднего бизнеса, а также рост спроса на потребительские микрозаймы. Чаще всего люди берут такие займы на покупку нового телефона, бытовой техники или иные предметы не первой необходимости. В структуре совокупного портфеля микрозаймов потребительские займы занимают около 58%. Займы по малому и среднему бизнесу 20%. Практически столько же занимают так называемые займы до зарплаты. Они составляют 22%. Федеральная агентство по туризму откроет почти 50 национальных тур-офисов в 23 странах в 2018 году. Повышение информированности на мировом и внутреннем рынках о предоставляемых в России туристических услугах – одна из главных задач новой федеральной целевой программы. В ближайшее время Россия рассчитывает начать экспорт мяса, рыбы и молока в Турцию. Об этом заявил глава Минсельхоза Российской Федерации Александр Ткачев. Мы рассчитываем, что Турция в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции, сказал он. Россельхознадзор сотрудничает с турецкими коллегами по данному вопросу, отметил Ткачев. Он ожидает, что продукция из Российской Федерации будет по достоинству оценена потребителями в Турции. Россия, в свою очередь, наращивает закупки из Турции в сфере агропромышленного комплекса. Например, в магазинах снова начали продавать турецкие овощи и фрукты. Подробнее об агропромышленном комплексе Минсельхоз страны считает необходимым увеличить финансирование агропромышленного комплекса отрасли России до 300 миллиардов рублей с текущих 242 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре. Также он сообщил, что если ситуация в экономике будет стабильной, воловой внутренний продукт будет расти, будут другие факторы, и мы, безусловно, будем наполнять свой бюджет и в большей степени помогать экономике агропромышленного комплекса нашей страны. В Минсельхозе заявили об успешном импортозамещении сахара. Россия стала импортировать в 4 раза меньше сахара, чем в 2014 году. Воз сахара в страну сократился до 266 тысяч тонн, хотя за 3 года до этого он достигал миллиона. За то же время производство отечественного сахара выросло на 57%. Таким образом, России удалось заместить импорт продукта и можно начать готовиться к экспорту. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутии 24.